Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Шатилова два года назад Хорошевцев перенес операцию на позвоночнике. После этого у него стала развиваться болезнь Паркинсона. По ее словам, в последнее время коллега уже не мог сам держать листы с текстом и прибегал к помощи редакторов. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования родным и близким скончавшегося 76-летнего Хорошевцева. Слова лидера страны передал его пресс-секретарь. Евгений Александрович был народным артистом рэп-голосом Кремля. Именно его голос все слышали в комментариях на параде на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства, сказал Песков. Также тележурналист Игорь Кириллов в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью российского актера диктора Евгения Хорошевцева. Он признался, что очень огорчен и назвал его уход горьким событием. «Я очень-очень огорчен тем, что произошло. Просто не ожидал. Это очень горькое событие. Очень плохо, когда уходят моложе тебя талантливые, хорошие, замечательные мастера своего дела, которых у нас сейчас все меньше и меньше», — отметил Кириллов. Отметим, что Хорошевцев был народным артистом России. В последние годы он озвучивал различные мероприятия правительства. Его голос мы слышали на Параде Победы и фестивале «Спасская башня». Евгений Хорошевцев родился 23 июля 1944 года в Москве. Занимался в театральной студии ВВ Книпера, Дома культуры имени Зуева. Затем закончил ГИТИС по специальности режиссер музыкального театра, режиссер эстрады и массовых представлений. Евгения Александровича называли учеником Левитана. Вместе они вели праздничные демонстрации на Красной площади. С мая 2000 года работал диктором протокольных мероприятий президент РФ. Также с 2007 года стал вести Парады Победы. Также Хорошевцев снимался в фильмах «Мишка, Серега и я», «Неотложка», «Сыщик Путилин» и так далее. По сведениям канала Маша, актер скончался от коронавируса, который диагностировали у него две недели назад. Он лечился дома, однако не смог справиться с уханьской болезнью. Хорошевцев не так часто давал интервью, однако несколько лет назад сделал исключение и ответил на вопросы РИА Новости. Тогда он честно рассказал о своих ошибках на официальных мероприятиях. Один раз вместо Ордена Почета произнес Орден Знак Почета, за что получил замечание от президента. В 2008 году ошибся, объявляя тогдашнего президента России Дмитрия Медведева, приехавшего на форум. «Тогда только ленивый ко мне не подошел и не сказал, «Только не ошибись, не скажи, Владимир Владимирович», и накрутили. «Диктору нельзя под руку говорить, он мне ничего не сказал, все посмеялись», вспоминал Хорошевцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова